День Семьи, Любви и Верности День Памяти Муромских Святителей Петра и Февронии Символом этого праздника является ромашка В этот день мы везде можем увидеть этот красивый белый цветок Белый цвет, белые лепестки означают преданность и чистоту И сегодня я хочу, конечно же, ребята, вам предложить мастер-класс по изготовлению открытки На которой будут изображены именно ромашки Я предложу вам сегодня сделать два варианта открытки А точнее, один вариант будет совсем простым для ребят помладше А второй немного сложнее Ну вот для первого варианта я вам изготовила вот такую вот ромашечку Которую, да, можно увидеть Конечно же, она довольно проста Но, возможно, ребятам дошколятам И она покажется не такой уж лёгкой работой Для этого мастер-класса нам потребуются, конечно же, ножницы, чтобы резать бумагу Цветная бумага, либо картон, на который вы приклеите эти ромашки Соответственно, цвет вы можете выбрать сами Какой вам нравится Ну вот мне нравится, например, такой фиолетовый, да Вы можете взять голубой или зелёный Какой вам понравится Для этого также нам понадобится лист простой белой бумаги И клей, либо карандаш, либо клей жидкий Тот, который вам тоже, каким вам удобно пользоваться Итак, с чего же мы начинаем? Ну, во-первых, из чего мы будем делать вот эти лепестки? Конечно, из простой белой бумаги Нам с вами нужно будет отрезать такие тонкие полосочки Ширина их 5 мм И длина, ну, например, 6, 7 или 8 В зависимости от того, какой длины вы возьмёте этот лепесток То такой длины, размера, да, и будет ваш цветочек Вот здесь цветочек у меня небольшой И длина этой полоски 6 см Что мы с вами должны сделать? А очень просто Мы берём наш лист, на который Или картон, да, или цветная бумага На который мы будем делать этот цветочек Кладём перед собой Берём эти заготовочки Лепестков у ромашки может быть сколько угодно Ну, вот на моей работе их представлено 9 В общем-то, можно чуть меньше Но будет аккуратней, да, смотреться Где-то 9, 10, 11 лепесточков Мы должны эти лепестки по кругу приклеить К одному месту, которое будет сердцевинкой И потом сверху, вот таким кружочком В диаметре где-то 1 см Мы это закроем У нас получится красивый цветочек Итак, мы берём полосочку Берём наш клей В данном случае я возьму клей-карандаш Наносим клей на кончик бумаги Соединяем вместе И просто вот так приклеиваем эту сторону Здесь оставляем такую петельку Вот у нас один лепесточек с вами готов Таких лепестков нужно будет сделать, как я говорила Ну, например, 9 Делаем остальные лепесточки И вот такие лепестки получаются И у меня, и у вас, конечно же, тоже Теперь мы берём эти лепесточки И тоже наносим клей на вот здесь кончик Этой ромашечки И приклеиваем к листу бумаги Либо картона Следующий лепесток Мы тоже наклеиваем Вот тут кончик клеем Промакиваем И наклеиваем сверху этого лепесточка Что вот так они друг на друга у нас накладываются Следующие и все последующие лепестки Также мы накладываем Один на другой И таким веером, да, по кругу мы их будем приклеивать В итоге, когда мы наклеим в сердцевинку, да, вот такую Такой кружочек жёлтой бумаги У нас с вами получится вот такой цветок А для того, чтобы сделать стебелёк, листочки Мы просто из листа зелёной цветной бумаги Вырежем вот такие тоненькие полосочки Вырежем лепесточки И их приклеим Вот и будет наша такая открытка Самая простая Готова А теперь я вам хочу предложить сделать открытку Уже посложнее Это, конечно, ребятам, да, постаршим И дошколятам, уже ученикам начальной школы Вот такую открытку Для этого нам потребуется всё то же самое Единственное, что лепестки мы будем делать с вами иначе Для этого нам тоже потребуется простой лист белой бумаги Который мы разрежем на несколько таких прямоугольников Размером примерно 5 на 7 сантиметров Я сложила сразу несколько, вот 4-5 можно таких, да, прямоугольников сложить вместе Чтобы у нас получалось сразу несколько лепестков И, взяв ножницы, мы будем их вырезать Каким же образом? У нас должны лепесточки получиться вот не прямые, да, такие полосочки тоненькие мы нарезаем А чуть-чуть с изгибом Таким образом, что у нас будут получаться вот сначала так А потом навстречу этому лепестку Вот как бы такие лепесточки Я не стала делать закруглённые концы Вот мне кажется, такие лепесточки, ну, интересны Вот таких лепестков нам с вами потребуется довольно много Я думаю, что на один цветочек нужно будет где-то лепестков, ну, 20 И когда мы все их нарежем, я вот уже заранее их подготовила Что нужно сделать дальше? Мы должны эти лепестки немножечко согнуть Это тоже делается легко Нужно взять просто ножницы Держим за один кончик лепесточек И слегка, ребята, не нужно давить сильно, иначе он слишком завиток большой получится А прямо легонько-легонько вот так мы завиваем такие полукруги, скажем так, да То есть вот такие лепесточки, они у нас слегка Если мы сильнее вот так, да, завьём, то у нас завиток получится более круглый Клеить его не очень будет удобно И таких тоже завитков, соответственно, из всех этих лепесточков Вы должны сделать где-то на один цветочек штучек, ну, 20 Соответственно, умножайте, если вы хотите сделать 3 цветка, значит, 60 5 цветков, значит, 100 вот таких лепесточков Но я думаю, ребята, если вы хотите сделать красивую открытку И подарить её, например, маме или бабушке, поздравить с днём семьи То вы не будете лениться, а обязательно их сделаете Ну и, конечно же, для сердцевинок тоже вот такие кружочки, да, сантиметр в диаметре нам потребуется С вами, соответственно, если 3 цветка, то 3 таких сердцевинки Что мы делаем дальше? Мы берём наш лист бумаги, либо картона, на чём вы будете делать эту открытку И если вы хотите эту открытку подписать, то, конечно же, сначала нужно подписать А затем уже изготавливать, потому что на такой открытке, да, писать уже не получится И мы кладём перед собой этот лист Начинаем мы тоже не с сердцевинок, а именно с лепесточков Мы берём наши лепестки-завитушки И приклеиваем его вот не такой завитушкой наверх, а завитком вниз Мы тоже клеим краешек лепестка, намажем Ну, приблизительно смотрим, где у нас находится цветочек И вот таким вот образом мы приклеиваем То есть у нас завиток идёт внутрь, туда, к листу цветному, да Берём следующий завиточек Опять его приклеиваем Тоже заходим на этот предыдущий лепесток Следующий делаем так же Все-все завитки у нас с вами идут внутрь Заливаются внутрь И вот на один такой кружок нам потребуется где-то лепестков, наверное, но не менее 10 И вообще, если вы хотите сделать вашу ромашку попушистей То можно сделать два таких слоя лепестков Сделать один кружочек сначала, да Потом сделать второй, попадая в промежутки между этими лепестками Ну вот я сейчас сделаю пока один такой круг Все время напоминаю, что лепестки у нас заворачиваются внутрь Так у нас работа получится с вами более объёмная Ну вот я пока что вот столько наклеила, 8 лепесточков Вот такая получилась пока что картина у меня Теперь я хочу наклеить несколько лепестков, попадая в промежутки между этими лепесточками Ну, например, 4 наклею Можно тут клеем и жидким пользоваться, это как вам удобнее Ну вот мне удобнее клеим карандашом И последующий слой Тут как раз мы будем клеить наши лепестки-завитки завитками наружу Тогда у нас цветок с вами получится таким более настоящим Как будто он вырос у нас в природе И более объёмным, конечно Ну, таких лепесточков я, например, посажу 4 Затем мы берём нашу сердцевинку жёлтенькую Мажем её клеем И в центр этого цветка просто её приклеиваем Вот одна ромашечка у меня готова Ребята, сделаем ещё 2 или ещё 4 такие ромашки Чтобы у нас с вами получилась полноценная картина И затем, точно так же, как и в первом варианте С помощью вот таких полосочек бумаги, травинок С помощью вот таких вот листиков Которые тоже мы вырезали из цветной бумаги Мы можем получить вот такую картину Ну что, наша с вами открытка готова Ребята, я жду вашей работы Фотографии ваших работ И надеюсь, что с помощью такой открытки Вы с удовольствием поздравите маму, бабушку Или кого-то другого, другого члена семьи С этим замечательным, добрым праздником